Пам-пам, у микрофона Карина! Сегодня хочу рассказать об игре Кира Кира Старнайт, которая вышла на NES. Однажды в комнату девочки Киры, эээ, то есть Фамитян, запрыгнула говорящая мышь. Этой мышей на самом деле был Пасу Кун, которого богиня Луны в наказание обратила к грызуном. Вполне справедливо вообще-то, ведь он пробрался в её дворец, чтобы спереть самую главную звезду, и по неуклюжести своей осыпал все остальные звёзды. И теперь небо чёрное, как душа маньяка. И Пасу Кун просит Фамитян, ну пожалуйста, ну собери звёзды, ну верни их на место. Фамитян не в силах отказать говорливой мышке, она надевает свои волшебные ботинки и сигает в окно, собирает звёзды. Кира Кира Старнайт, работа японца Рики, по основному профилю художника манги, и в визуальном плане рука мастера видна сразу. Такие красивые восьмибитные пейзажи ещё поискать. Психоделические города из чёрных домов, потрясающее море и пальмы на фоне заката, и какой-то совсем потусторонний космос, который бороздят кометы сердечки. И всё переливается всеми цветами радуги, и нигде нет ни единого прямого угла, никакой машинности, чистая ручная работа. А в воздухе летают звёздочки, сыплются дождём, выстраиваются змейками, кружатся и носятся. И Фамитян в экстремально короткой юбочке бежит вперёд и весело ловит их на бегу.